привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете как в домашних условиях сделать очень эффективную омолаживающую антивозрастную маску из простых доступных ингредиентов маска подходит для всех типов кожи также эту маску можно нанести на кожу лица на кожу шеи на кожу зоны декольте не забывайте остатки масок наносите на кожу рук для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску два или три раза в неделю маска подходит для ухода за кожей в любое время дня для достижения наилучшего эффекта не забывайте подготавливать свою кожу перед нанесением домашних масок после применения этой маски поделитесь с вами впечатлениями напишите свой отзыв в комментариях и давайте приступим нам понадобится косметическая глина можно использовать любую косметическую глину можно использовать желтую голубую зеленую косметическая глина хорошо сорбирует кожу регулирует работу сальных желез идеально подходят в сочетании с при с последующими компонентами для ухода за любым типом кожи возьмите одну чайную ложку косметической глины следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ можно использовать сок огурца либо сок капусты возьмите огурец свежий или свежую капусту натрите на очень мелкой терке и используйте кашицу для приготовления сегодняшней маски сок алоэ сок огурца и сок капусты это отличные увлажняющие ингредиенты которые доступны и идеально подходят для омоложения возрастной кожи лица нужно взять одну чайную ложку сока огурца сока алоэ либо сока капусты если у вас есть растение алоэ или алоэ веры то можно использовать для сегодняшней маски и его отрежьте срежьте лист уберите толстую кожицу и мякоть используйте для приготовления сегодняшней маски сок алоэ отлично увлажняет кожу предотвращает обезвоженность и в во время когда есть перепад температур перепад влажности помещений идеально балансирует будет водный обмен тщательно взбейте все ингредиенты так чтобы получилось однородная приятная консистенция и алоэ это идеальное сочетание для приготовления домашних масок тщательно смешивайте компоненты чтобы маска получилась качественная обязательно соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок но и порядок добавления всех ингредиентов следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло можно использовать косметическое масло домашнего приготовления косметическое масло вы можете приготовить из лепестков роз из листьев подорожника ли либо из листьев мяты для сегодняшней маски я использую розовое домашнее косметическое масло как сделать его правильно посмотрите в первом На закрепленном комментарии оставлю ссылки, как приготовить косметические масла. Нужно взять 10 капель. И также тщательно смешать эти компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин D. Витамин D это витамин, который вырабатывается только лишь под воздействием ультрафиолетовых лучей. А с наступлением зимнего периода наша кожа нуждается, так же как и наш организм, в витамине D. Поэтому использовать витамин D для приготовления домашних масок, для добавления в домашние кремы рекомендуется. Если у вас витамин D в таблетках, то возьмите одну таблетку, разомните, слегка размочите ее водой и добавьте сегодняшнюю маску. Также витамин D есть в масляной консистенции. Кстати, витамин D в таблетках я принимаю вовнутрь, а масляный состав использую для приготовления домашних масок. Также добавьте 10 капель витамина D. И тщательно смешайте все ингредиенты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Все свои домашние маски я показываю вам в режиме реального времени. Поэтому для приготовления сегодняшней маски вам достаточно будет 7 или 8 минут. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Чтобы в домашних условиях подготовить свою кожу к нанесению маски, сделайте кислотную скрабку или кислотный пилинг. В качестве кислоты используйте ацетилсалициловую кислоту 0,25 мг. Кстати, кислоту можно заменить на янтарную кислоту. Возьмите 3 или 4 таблетки аспирина. Размочите их водой так, чтобы получилась кашица, удобная к нанесению. На умытую кожу лица нанесите размоченный аспирин по кожным массажным линиям. Затем оставьте его примерно на 1 секунду и начинайте делать скатку. Скрабирование делайте также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Она отлично выравнивает и шлифует поверхность кожи и выравнивает оттенок лица, убирает пигментацию. Легкими движениями по кожным массажным линиям разотрите кислотную скатку. Кислотную скатку нужно делать для жирного типа кожи 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи сделайте кислотную скатку 1 или 2 раза в месяц. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом или розоцей, то растирать скатку не нужно. Достаточно просто нанести ацетилсалициловую кислоту, оставить до полного подсыхания и затем смыть водой комнатной температуры. Кстати, кислотная скатка отлично очищает поры, убирает закупоренные поры, убирает черные точки, комедоны. Отлично шлифует кожу после повреждений, если когда-то у вас появились шрамики. И, кстати, не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Сам процесс кислотного очищения кожи не должен быть длительным. Примерно 3 или 5 минут. После того, как отскрабировали кожу, умойте кожу лица водой комнатной температуры и приступайте к нанесению. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносить эту маску нужно в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Не наносите домашние маски в холодном виде. Если вы храните домашние маски в холодильнике, то после того, как достали, подержите ее на водяной бане и наносите маски в слегка теплом состоянии. Это будет давать более эффективное впитывание питательных компонентов. Также домашние маски не забывайте наносить на кожу шеи, на кожу зоны декольте и остатки маски нанесите на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым охромным полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.